Встреча с Алексеем Орловым Встреча с Алексеем Орловым Сегодня мы с вами будем говорить не просто об истории, а истории и грамматики. Поэтому нужно набраться терпения. История и грамматика. Но сегодня каждый, кто говорит и пишет по-английски, автоматически, не задумываясь, употребляет единственное singular, а не множественное plural число, когда речь идет о Соединенных Штатах Америки. Из мы говорим United States, из, а не are. Повторяю, речь идет об английском языке. Было время довольно продолжительное, когда о Соединенных Штатах говорили и писали исключительно во множественном числе. Всегда are и никогда is. Изменения в грамматику внесла гражданская война. После этой войны множественное число стало постепенно вытесняться единственным. Но нет ничего удивительного, что в Соединенных Штатах Америки говорили и писали во множественном числе. Об этом необходимо знать сегодня, когда ненавидящие истории своей страны образованцы называют предателями конфедератов, защищавших гражданской войне и независимость своих штатов. История. 4 июля 1776 года 13 североамериканских колоний Англии провозгласили Филадельфии на Втором континентальном конгрессе независимость от британской короны и было создано новое государство Соединенные Штаты Америки. В ноябре того же года, 1776 года, Второй континентальный конгресс одобрил статьи конфедерации и Вечного Союза. Article of Confederation and Perpetient Union. Это была первая конституция Соединенных Штатов Америки. Она вошла в силу 1 марта 1781 года, после того, как ее ратифицировали все 13 штатов. И начался конфедеративный период в истории Соединенных Штатов. Мы с вами не будем путать с конфедерацией, созданной в начале 1861 года Южными Штатами. Итак, конфедеративный период в истории. Это был союз, в котором у каждого штата, у каждого члена были свои интересы. И интересы каждого штата обычно не совпадали с интересами других штатов. Причем интересы часто были противоречивыми. Да ведь и первоочередная задача статей конфедерации, первой конституции, уже стояла в том, подчеркиваю, чтобы защитить независимость и суверенитет каждого члена союза. Не суверенитет и независимость всей страны, а суверенитет и независимость каждого члена союза. Правительством страны был однопалатный конгресс, однопалата. Каждый штат в этом конгрессе, вне зависимости от размера и численности населения, имел один голос. Любая выносимая на рассмотрение резолюция должна была приниматься единогласно. Если хотя бы один штат был против, резолюция отвергалась. Ну а поскольку интересы штатов не совпадали, то совместные решения принимали чрезвычайно это. Ну, например, конгресс был даже не в состоянии решить вопрос о финансировании армии Джорджа Вашингтона, собранной по принципу сбора пососинки. Причем эта армия, она сражалась за независимость. Она сражалась с профессиональной британской армией, которая не испытывала никаких денежных проблем. Ну и бесконечными были споры между штатами на границах, штатов о налогах, обо всем, о чем только можно. И вот прогнозы о продолжительности существования Вечного Союза, это был Вечный Союз, прогнозы его продолжительности существования были неутешительными. Европейские наблюдатели предсказывали, союз распадется на четыре составные. Одна это будет Новая Англия, вторая среднеатлантические штаты Мидатлантик, третья южные штаты и четвертая это район Аппалачевских гор. Националисты, которые надеялись создать единую нацию, предвидели такое развитие событий и предпринимали усилия для создания прочного союза. Ну сегодня слово националист стало почти что ругательским, это почти что фашист, расист, бог знает еще как, потому что в сегодняшней Америке все ставится с ног на голову. Но националисты, националисты в то время, во второй половине 18 века, это были люди, которые беспокоились о единстве Соединенных Штатов. И самыми знаменитыми в среде националистов были Джеймс Мэдисон, он из Вирджинии, он наш третий президент, четвертый, прошу прощения, президент после Вашингтона Адамса и Томаса Джефферсона, и также Александр Гамильтон из Нью-Йорка. Вот это были два националиста, которые делали все возможное, чтобы союз был крепким. Им требовались единомышленники во всех 13 штатах. И число единомышленников заметно выросло, когда в Массачусетсе началось восстание, вошедшее в историю как восстание Шейса по имени его руководителя Дэниэла Шейса. Дэниэл Шейс сражался в армии Вашингтона в войне за независимость, начал сражаться рядовым, закончил войну в чине капитана. В 1783 году война закончилась. Шейс вернулся домой. И он стал жертвой налогообложения, которое грозило ему, как и сотням других фермеров, грозило бесправным судопроизводством, грозило долгами и конфискацией имущества. Восстание началось в августе 1786 года. И вскоре под знаменем капитана Шейса было более тысячи закаленных в войне за независимость бойцов. Власти Массачусетса обратились за помощью к другим штатам. Но другим было наплевать. Им было совершенно безразличны заботы Массачусетса. Массачусетса сумела подавить восстание и арестовала главных бунтовщиков. Но восстание Шейса дало понять каждому политику, каждому, кто был заинтересован в крепком союзе, что статьи конфедерации, первая конституция – негодный инструмент. И в конце мая 1787 года, когда аресты сторонников Шейса еще продолжались, в Филадельфе открылся конституционный конвент. Спустя четыре месяца конвент принял конституцию, которая существует по сей день, существует вместе с 37 поправками. Конституция была ратифицирована штатами в течение 1788 года. Первые президентские выборы проходили с декабря 1888 по январь 1889 и 30 апреля 1789 года Джордж Вашингтон приступил к исполнению обязанностей президента. Со дня основания и до ратификации Конституции о Соединенных Штатах говорили и писали во множественном числе. Нас это не должно удивлять. Не должно вызывать никаких вопросов. Однако множественное число осталось и после ратификации Конституции к штате. И в Конституции Соединенных Штатов Соединенные Штаты пишутся во множественном числе. Я проведу только один пример. Это пример из третьей статьи. Третий параграф, который начинается так. То есть агент против их или их врагов. Соединенные Штаты множественное число. Дамы и господа, нас не должно вводить в заблуждение перевод на русский язык. Перевод на русский звучит так. Изменой против Соединенных Штатов может считаться только ведение войны против них или за помощь их врагам. Окей, по-русски о Соединенных Штатах всегда пишут и говорят во множественном числе. Нас с вами интересует исключительно английская грамматика. Итак, в Силадельфию на Конституционный Конвент приехали представители 12 штатов. 13-й рода Айленд он игнорировал. Конституционный Конгресс. Большинство приехавших были убежденными националистами, то есть родителями за крепкий союз. Но и они продолжали называть свою страну во множественном числе. Будучи националистами, каждый оставался гражданином своего штата. Никто из них не сомневался, что за штатами остается право выйти из состава союза. Об этом мы с вами говорили две недели назад. О Соединенных Штатах они по-прежнему говорили во множественном числе, как о собрании суверенных штатов. Писали «Ар», а не «Из». Со множественным числом покончила гражданская война. В 1990 году на экраны вышел у нас, в телевизионной экраны, прекрасный документальный фильм Бена Бернса, он назывался «Гражданская война». И в этом фильме, фильм прекрасный, хотя я не согласен со всеми положениями этого фильма, но тем не менее фильм замечательный. В этом фильме звучит историк эпохи гражданской войны «Шелби Фуд». Вот что в частности «Шелби Фуд» говорит, я цитирую, «Сегодня, не задумываясь, автоматически, мы говорим о Соединенных Штатах в единственном числе. Это итог гражданской войны». В этом же не сомневается и Евгений Волох, профессор-правовед Халифорнийского университета. Несколько слов о мистере Волохе. Он наш соотечественник, он привезен ребенком, он родился на Украине, еврейский мальчик. Родился на Украине. Вместе с родителями в конце 70-х он приехал в Соединенные Штаты. Он стал одним из главных, из главных на сегодняшний день толкователей первой и второй поправок Конституции. Этот мальчик закончил школу в 15 лет. В 22 года он уже был юристом-правоведом. Он заканчивал и юридическую школу Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. До какой степени он хорош, как толкователь первой и второй поправок Конституции? Свидетельствует один факт. Скаля, Антонин Скаля, выдающийся юрист, к сожалению, упокойный, член Верховного суда, в одном из своих решений он ссылался на работы Евгения Волоха. Так вот, обратимся к грамматике и истории. Вот что сказал Евгений Волох о нашей стране. «Грамматический сдвиг от United States are к United States is есть результат изменения национальной идентичности после гражданской войны». При этом Евгений Волох добавил, для фактического языкового изменения потребовалось много лет. Действительно, «из» прижился не сразу. Долгое время в повсеместном обиходе было «ах». А в решениях Верховного суда множественное число присутствовало еще в 90-е годы 19 века и исчезло только в начале 20 века. Вот исходя из этого, профессор юридической школы университета Конетикута Майнер Майерс пришел к выводу «Переход с «А» на «из» не связан с гражданской войной». В 2008 году он напечатал интересную статью, которая называлась так «Словоупотребление в Верховном суде и создание «из». Итак, дамы и господа, кто прав? Шерби Фут и Евгений Волох, которые считают, что изменение произошло благодаря и за гражданской войны или прав Майнер Майерс. Мое мнение, я без всяких колебаний поддерживаю Фута и Волоха. Дамы и господа, мы с вами прекрасно знаем, не существует языка, который бы не изменялся со временем. Изменение в языке – это естественный процесс. Ну, кому сегодня понятен язык Шекспира? Шекспир творил в конце 16-го, начале 17-ти столетий. Я уж не говорю о языке Великой Хартии Вольности, которая написана в 1215 году, она нуждается в переводе на современный английский. Изменения в английском языке происходили и во всех языках, происходили и происходят всегда. Ну, вот, например, мы с вами говорим не на English, мы с вами говорим на American English. С языковой разницей сталкивается в английском языке, сталкивается каждый американец, работающий в Англии. Я приведу только один пример, примеров много, я приведу пример, близкий мне пример. Окей, потому что я болельщик английской премьер-лиги. Боб Брэдли, любители футбола, сокера, знают, это единственный американец, который работал тренером в английской премьер-лиге. Это лучшая футбольная лига в мире. 3 ноября 2016 года, совсем недавно, 3 ноября 2016 года, Брэдли стал тренером команды Солнце-Сити. Проработал он тренером 85 дней, всего 85 дней. Его уволили. Главная причина увольнения, ну, конечно, поражения команды. Но была другая причина. Вот как газета The Guardian определила другую причину. Негативная атмосфера. Потому что с первого же дня футболисты встречали ухмылками и остротами едва ли не каждую инструкцию тренера. Он говорил с ними на непонятном языке. Футболисты – это парни со всего света. Многие из них знали не более нескольких десятков английских слов. Но все не знали принятую в Англии футбольную терминологию. Новый тренер, американец, говорящий по-английски, говорил с ними на непонятном им жаргоне. Ну, например, футбольное поле он называл филд. В Англии футбольное поле называют питч. Футбольные ботинки он называл «клиц». В Англии их называют «бурл». Одиннадцатиметровый штрафной удар он называл «пенальти». В Англии это «пикей». Ничью новый тренер называл «тай». В Англии, говорят, «дроу». Он просил называть себя «коуч», хотя каждый, кто играет в Англии, называет тренера, главного тренера-менеджера и так далее, и так далее, и так далее. И вот у оказавшегося в негативной атмосфере тренера не было ни малейших шансов побеждать на футбольном поле, побеждать на пич. Он приехал играть на филд, но английские футболисты играют на пич, но не на филд. Мы с вами знаем, что английский язык пересел к атлантическе в первые десятилетия семнадцатого века и с тех пор постоянно менялся и по-прежнему меняется. Те или иные события могли способствовать переменам, как способствовала переменам гражданской войны. В частности, произошел, я воспользуюсь термином Евгения Волоха, грамматический сдвиг в замене «ар» на «ис». Но это были естественные перемены и требовались годы, чтобы перемены прочно обосновались в языке. В течение калориального периода истории нашей страны и почти до два десятилетия ее существования со дня провозглашения независимости, никому не приходило в голову, не могло даже прийти в голову менять что-то в языке приказом сверху. Это не приходило в голову английским монархам, не приходило в голову президентам Соединенных Статов тектонических сдвигов законов и указов не было. Были лишь, я воспользуюсь геологическим термином, я геолог по образованию, были лишь тектонические подвижки, постепенные изменения. Мы можем, не можем даже представить, дамы и господа, чтобы, например, Улис Грант, это победоносный генерал в гражданской войне, он был избран в 1848 году президентом, чтобы ему пришло в голову издать указ о замене R на IS. Есть на белом свете страна, в которой естественные языковые процессы, естественные процессы, вторгались в правительственные реформы. Название страны Россия. В 1708 году царь Петр I собственноручно изменил и утвердил новую азбуку и шрифт. Это была первая языковая реформа в России. За ней последовали с одобрения Екатерины II Катеньки, реформы Ломоносова и реформы Карамзина. В декабре 1917 года, через несколько недель после большевистского переворота, распоряжением народного комиссара просвещения Луначарского был опубликован декрет, обязывающий, цитирую, все правительственные учреждения и государственные здания печататься с 1 января 1918 года согласно новому правописанию. 15 октября 1918 года был опубликован декрет о введении новой орфографии. Вопрос. Способствовали реформы сверху от Петровской реформы до большевистской развитию языка? Способствовали вне всякого сомнения способствовали причем способствовали в лучшую сторону хотя на первых порах у каждой из них были противники но русский язык оказался под угрозой когда за него взялся Иосиф Виссарионович Сталин. 20 июня 1950 года газета «Правда» напечатала статью «Сталина марктизм и вопросы языкознания». И горе было тому кто решил бы пересить вождю К счастью к счастью для страны для русского языка вождь вскоре скончался Его вклад в развитие языка отметил Юлз Олешковский в бессмертной песне начинающейся так «Товарищ Сталин вы большой ученый в языкознании знаете вы толк а я простой советский заключенный и мой товарищ старый брянский волк Окей товарищ Сталин вы большой ученый в языкознании знаете вы толк Дамы и господа то ли среди американских президентов верховных судей сенаторов конгрессменов не было знатоков английского языка то ли они не считали нужным и возможным заниматься вопросами языкознания но так или иначе ни одна из ветвей власти ни исполнительная ни законодательная ни судебная к английскому языку не прикасались я пишу в прошедшем времени не прикасались пишу в прошедшем потому что я не готов предсказывать будущее нас с вами не может не волновать все что связано с языковедом Ноем Уэбстером и его американским словарем английского языка этим словарем мы пользуемся с вами по сей день Уэбстер родился в 1758 году в Англии в 1758 в Анетику он родился в городе этот город называется Уэст-Хартфорд Хартфорд в моей недавней поездке по замечательной стране я проезжал этот замечательный город Уэст-Хартфорд здесь ему установлен памятник Уэбстер был противником рабовладения но критически относился к аболиционистам я процитирую мистера Уэбстера рабство великий грех и бедствие для нас на севере но мы не можем на законных основаниях вмешиваться в этом вопросе в дела юга дамы и господа обратят ли на эти слова внимание сокрушителей истории мы не можем вмешиваться в этом вопросе в дела юга как только обратят памятнику Уэбстера не сдобровать и не потребует ли они убрать из названия словаря имя Уэбстера и не будет ли поставлено под сомнение содержание словаря составленного белым который считал что не следует вмешиваться в дела юга вот на этом вопросе заканчиваю монолог дамы и господа будет небольшой перерыв на рекламу не покидайте нашу волну я вернусь к вам через несколько минут итак уважаемые дамы и господа мы возвращаемся в программу Алексея Орлова Моя Америка номер телефона в студии 847-400-5200 если у вас появятся вопросы к Алексею или захотите обменяться своим мнением ну а мы Алексей предлагаю будем принимать звонки Гохот Добрый день вы в эфире Добрый день рад всех вас видеть Добрый день Скажите пожалуйста что-нибудь вам известно о расследовании которое проводит прокурором Дорохом что-то какое-то молчание спасибо спасибо вы знаете я целую неделю вообще был оторван от реальной жизни и хотите верьте хотите нет мало это реальная жизнь интересовался в первую очередь потому что реальная жизнь происходящая до такой степени действует на меня удручающе что я решил во время своей недельной поездки как можно меньше интересоваться что же касается вашего вопроса ну естественно я читал газеты у меня я у меня с собой вот я смотрел интернет ничего нового по сравнению с тем что мы с вами знаем не произошло мы знаем что нам обещали что в течение лета будет Дором объявит результаты своего расследования сейчас вроде бы середина лета правда у нас 21 июля это только кончится первый месяц лет официального потому что летом мы начинаем 21 июня пока что ничего нет я должен вам сказать следующую вещь если результаты расследования будут сообщены когда избирательная кампания выйдет на финиш то есть после первого понедельника сентября после рабочего дня то это все отойдет на второй план будет замалчиваться абсолютным большинством средств массовой информации ну за исключением Fox News All Street Journal Russia Лимбан тех кого мы с вами знаем если же результаты расследования будут объявлены уже осенью после выборов то все зависит от того кто выиграет выборы если победит Трамп на что я надеюсь то расследованию будет дан код не расследованию а результатом расследования это будет обсуждаться и может быть будут люди привлечены к суду если Трамп проиграет об этом расследовании будет забыто на следующий день я оптимист я надеюсь на лучшее но как говорят надеюсь на лучшее готовься к худшему большое спасибо за вопрос спасибо огромное Алексей как вы считаете вот такой вопрос ну дуром пока что вот он по моему то ли в понедельник то ли на прошлой неделе в пятницу он как-то так обронил фразу о том что ему не хватает как говорится человека часов то есть ему не хватает ресурсов и если он не получит там определенные ресурсы это дело может затянуться до после выборов теперь вопрос такой после выборов ну возьмем самый неприятный вариант стучу себя кулаком по голове если Трамп проигрывает и проиграем сенатом ну да и вы считаете что за деньги потраченные дуромом за все это время ему не не нужно будет отчитаться и никто не будет слушать я считаю что будет сделано все возможное чтобы сделать вид что вообще никакого расследования не было потом что значит дуром деньги поставляет министерство юстиции значит если вдруг будет решено что деньги потрачены впустую но министерство юстиции не предъявило обвинений товарищу Мюллеру хотя было известно Мюллеру с первого дня что никакого русского вмешательства российского вмешательства нет тем не менее миллионы были потрачены и все пошло впустую я не думаю что дуромы вообще могут в этом обвинить это могут обвинить руководители министерства юстиции не нет вы мне немножко сказали для меня несколько странно то есть я я просто эту информацию не знаю в силу того что я не интересовался как может сегодняшнее министерство юстиции не давать ему необходимое число денег которое нужно для меня это загадка ну вот тут вопрос стоит том действительно я тоже не представляю чтобы ему бар не дал до 100 все то что он ему требуется но и будет ли это являться как говорится экскьюзом для того чтобы ничего не объявлять до после выборов это будет интересно но вопрос который я вам задал вы немножко неправильно поняли то есть ведь ему все равно придется отчитаться каким-то образом публично он отчитается то ли это грамотные люди у него из команды людей не напишут нормальный отчет какой-то как был написан насчет мюллера они отчитаются и все кто-то его будет упрекать кто-то не будет упрекать они если победят демократы они положат я считаю все это дело подсук ножки поскольку и скажет дором ни до сего не докопался потому что ничего все можно было обвинить работников администрации Обамы не было поэтому время и деньги потрачены впустую это будет сказано окей интересно посмотрим давайте примем следующий звонок добрый день вы в эфире здрасте Алексей добрый день вот вы сказали надейте на лучшее на лучшее готовься к худшему что вы лично влаживаете в этот смысл лично для себя я для себя так готов не дай бог Трамп проиграет то я сразу уезжаю с этой страны в ту страну которая мне подходит по политическим и биологическим взглядам а как а что вы об этом понимаете вы знаете это вопрос хорошим я не могу вам сказать однозначно что я понимаю ну я понимаю во первых это плохо для всей страны прежде всего прежде всего потому что они приступят вопрос масса всего они увеличат состав от верховного суда так чтобы и верховный суд принимал решение которое нужно демократам они начнут войну с нефтью газом и углем и поэтому со временем не сразу у всех у нас вырастет цены на отопление все что с этим связано они возьмутся за перестройку радиовещания к примеру сейчас масса станций ну скажем 500 станций транслирует Рашель Лимбо я не знаю точную цифру скажем 500 станций транслирует я не знаю Шоуна Хеннеди к примеру они примут решение о том что местные станции должны транслировать только местные новости и местные события таким образом они перекроют кислород ради шоуменом таким как Раш Лимбо таким как Шон Кеннеди таким как Марк Левин они много чего сделают они превратят уже страну в однопартийную при этом они не запретят республиканскую партию они просто сделают так что республиканская партия как таковая не может ни на что абсолютно влиять но в каких-то я не знаю там города в каких-то может быть штатах она может на кого-то повлиять что они сделают они постараются принять число Пуэрто-Рико штатом если Пуэрто-Рико станет штатом то Сенат 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 и 38 штатных легислатур должны ее одобрить 75% штатных легислатур поэтому превратить федеральный округ Колумбия в штат довольно сложно я об этом буду через неделю говорить то есть многое что может произойти теперь что касается лично меня еврея я считаю что хуже всего постепенно сейчас всех белых как бы обвиняют мы все белые виноваты в чем-то я не знаю в чем нас обвиняют в расизме окей мы виноваты потом начнется отбор среди белых помните как у Орвала в скотском хуторе среди белых будут более так сказать верные а будут более чистые более нечистые более нечистыми будут конечно евреи история об этом свидетельствует я не знаю доживу ли от этого времени я уже человек пожилого возраста скажем так но если я до этого доживу есть страна в которую я уеду это страна Израиль что касается наших детей и наших внуков им выбирать многие наши дети многие наши внуки двумя руками поддерживают революционера сегодняшних белых черных не важно какого они цвета красных красных окей им расхлебывать это дело им при этом жить лично для меня окей лично для меня понимаете я вот я может быть скажу какие-то общие слова как бы для трибуны но это не общие слова для меня судьба нашей страны Соединенных Штатов моя судьба неотрывно связана с судьбой этой страны если наша страна двинется к фашизму я называю вещи своими именами дамы господа она двинется к фашизму она уже это делает или демократической в том понимании как мы понимаем демократическую страну она не будет если придут если будет однопартийная система и поскольку я не отрываю свою жизнь от жизни этой страны ну что опять-таки до каких пор я доживу если я доживу до состояния что я смогу самостоятельно что-то решать я двинусь в Израиль если нет то все остальное будет уже без меня спасибо за вопрос да ну будем как вы говорите будем надеяться на лучшее потому что альтернатива меня не очень превращает а вот человек позвонил я просто не успел задать ему вопрос какая же страна больше подходит ему по его политическим взглядам вот это я на этот вопрос отвечу так если в Соединенных Штатах не дай бог придут к власти те кто сегодня крушат памятники и переписывают историю эти люди то очень многие страны будут лучше чем Соединенные Штаты я называю Израиль потому что я еврей но если человек не еврей он может найти может быть другую сторону может быть Коста-Рика может быть Эквадор у меня есть друзья которые поехали несколько лет назад живут в Эквадоре получают американские пенсии они говорят прекрасная страна чистый воздух то есть если Соединенные Штаты превратятся в фашистскую страну что сейчас делается усиленными мерами предпринимаются определенные группы населения определенными организациями марксистской организацией Black Lives Matter это марксистская организация то куда уезжать есть к счастью пока что и человек который позвонил я бы даже не стал спрашивать куда он уедет он уедет там где будет лучше а лучше будет во многих других странах но тем не менее меня интересует почему потому что я тоже должен наверное задумываться об этом поэтому интересно послушать разные мнения да 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 я вот надеюсь что следующие 4 года нам это не придется осуществлять ну а там жизнь покажет посмотрим как это все будет да интересная вещь теперь Алексей вопрос вопрос следующего порядка вот вы сказали что ну если демократы не дай бог выиграют конечно я понимаю все эти последствия все это понятно теперь вы считаете что республиканцы смогут хоть чему-то противостоять в случае если демократы победят если демократы остаются в палате представителей окей значит если демократы получают большинство в сенате они тут же примут решение что любая любая резолюция принимается простым голосов как она принимается в палате представителей то есть нет никаких ограничений о том что нужно за какую-то резолюцию не менее 60 голосов за какую-то там не менее двух третей простое большинство значит в этой ситуации партия которая находится в меньшинстве она ничего не стоит вот как сегодня ровным счетом ничего не стоит республиканская партия в палате представителей так ровным счетом ничего не будет стоить республиканская партия в сенате к тому же если будет увеличен состав верховного суда он будет увеличен поверьте мне на слово, с 9 до, скажем, до 15, и новые 6 это будут будущие Тони Сата-Майор или Хелен Каган, то и Верховный суд будет штамповать то, что нужно, будет принимать решения, которые якобы не противоречат Конституции, которые будут противоречить Конституции. Поэтому что могут сделать республиканцы на каком-то отдельном штате, в каком-то отдельном штате, к примеру, в штате Алабама, сегодня они что-то смогут сделать. Потом республиканцы сегодня себя ведут, как Толя, извините меня и дамы-господа за сравнение, как собака, поджавшая хвост. Ну это, ну, примеров предостаточно, примеров масса, поэтому представить себе, что республиканцы будут что-то векать, когда они окажутся в меньшинстве и в Сенате, и в Белом доме будет демократ, и в Верховном суде большинство будет принадлежать левакам. Ну, мне жалко эту партию, республиканскую партию. Кстати, дамы-господа, я независимый избиратель, я не записан ни в демократической, ни в республиканской партии. Ну, естественно, я голосую в 99 случаях из стаза республиканцев. Поэтому, Анатолий, ничего хорошего эту партию не ожидает. Ее не нужно запрещать, она сама превратится в ничего, в ничто, в нуль, в зиль, в нам. Да, окей, спасибо за такой классный ответ. Я с вами полностью согласен, кстати, так, чтобы к слову пришлось. Ну, давайте примем еще один звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Алексей, я хочу вас спросить вот о чем. Несколько месяцев назад в газете, в русской газете, не помню в какой обзор, по-моему, была статья. Пора закрыть открытое общество Сороса. Что это за открытое общество? И кому сейчас Сорос 200 миллионов дал? Какой-то организации, я не знаю, такое ее название длинное. Спасибо большое. Окей. Призывы к закрыть общество Сороса раздаются на протяжении многих лет. Нет никаких юридических оснований закрывать это общество, если не будет доказано, повторяю, доказано, что совершаются право нарушения, нарушения закона. Он жертвует товарищ Сорос, не мой товарищ, деньги исключительно марксистским, левацким, антитрамповским, социалистическим, коммунистическим, называйте как угодно организациям. В частности, марксистской организации Black Lives Matter. Он жертвует деньги. Его организация существует много-много-много лет. Если она не закрывалась, когда у республиканцев первые два года Трампа не закрывалась, если против нее в первые два года Трампа не было возбуждено никаких судебных преследований, то представить себе, что ей что-то грозит, когда у власти будут демократы, это просто невозможно. Ну, просто невозможно. Спасибо. Кросто, но факт. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. У меня вопрос к Алексею. Рассудите нас, пожалуйста. У меня сын такой, более пессимист, он говорит, придется валить отсюда. А я говорю, я более оптимист. И я говорю, ну, всегда найдется, мне кажется, достаточно нормальных людей, чтобы часть штатов консервативных отделилась. Нам просто придется переехать в один из этих штатов. Я вас сразу же прерву. Решение Верховного Суда 1869 года объявило решение, что выход любого штата из состава союза не конституционен. Никакой штат не может отделиться от состава союза. Ни Техас, ни Калифорния, ни Иллинойс, никто. Никакой штат не может отделиться. Куда валить? Ну, вы с сыном посоветуйтесь, куда валить. Я, давайте, так сказать, я, да, господа, мое материальное положение вполне допустимо для нормальной жизни, даже при существовании, ну, любого режима, если не начнут конфисковывать, скажем, так сказать, мои пенсионные вклады, понимаете? То есть я могу существовать. Но одно дело существовать, а другое дело жить. Это разные вещи. Именно поэтому я в перспективе, в дальней рассматриваю, как говорит ваш сын, отвалить. Я надеюсь, что этого не произойдет. Я очень, я искренне надеюсь, потому что в этой стране живут не только мои дети и моя внучка, но живут близкие мне люди, живут мои друзья, с которыми мне не хотелось расставаться. Но не думать о том, что может случиться, я не могу. Спасибо, Алексей. Итак, у нас есть буквально полторы минутки для вашего заключительного слова. Дамы и господа, я повторю еще раз. Значит, в следующей передаче, через неделю мы с вами рассмотрим вопрос о, может ли федеральный округ Колумбия, это у нас столица Соединенных Штатов, федеральный округ Колумбия, выйти из состава. Вы, войти в состав, как не федеральный округ Колумбия, как штат, 51-й штат, в конце прошлого месяца, если мне не изменяет память, 26 июня, Палата представителей приняла соответствующее решение. Естественно, резолюция, одобренная Палатой представителей, не будет даже обсуждаться в Сенате, потому что в Сенате сегодня большинство прожит республиканцам. Но даже бы, если она обсуждалась в Сенате, если бы Сенат ее одобрил, если бы одобрил будущий президент, скажем, я не знаю, демократ, то все равно стать штатом федеральному округу Колумбия мешает Конституция. Для того, чтобы этот округ стал штатом, нужны поправки Конституции. Вот об этом мы будем говорить на следующей неделе, причем я расскажу интересные факты, как и почему вообще образовался федеральный округ Колумбия. Почему, например, столицей не стал Нью-Йорк, Нью-Йорк был временной столицей, почему не стал столицей Филадельсии, Филадельсия была временной столицей, почему потребовалось создавать специальный федеральный округ, в котором размещается столица Соединенных Штатов. Вот об этом речь пойдет ровно через неделю. А сегодня, господа, я прощаюсь с вами, дамы и господа, желаю всем хорошего-хорошего настроения, простите дядю Лешу-пессимиста и будьте, будьте здоровы!